Алексей Юрьевич, а можно вот такой вопрос задать? Почему современные клоуны, почему-то ваш отец, да, советский клоун, российский клоун, не апеллируя к каким-то, вот скажем, шуткам ниже пояса, был действительно смешным? А почему современные клоуны, которые используют арсенал в том числе и ниже пояса, почему они такие не смешные? Да, два вопроса. Первый вопрос вкуса, собственно, то же самое, что вопрос культуры. А второй вопрос, так проще, так проще. Понимаете, рассмешить человека непросто, на самом деле, говорят все артисты, что заставить заплакать раз пять легче, слезу выдавить. А вот смеяться, чем смеяться искренне, смеяться вместе с предметом, так сказать, смеяться же не на клоуну, смеяться вместе с ним. Вот это вот вышел пилотаж. А все эти шутки ниже пояса, как вы говорите, ну, они всегда были, на самом деле. А нельзя сказать, что они пришли откуда-то из... Нет? Нет, это всегда было, понимаете, ну, всегда было то, что называлось низкопробное искусство. Ну, просто раньше этого было меньше, оно не было настолько, как бы, масштабно все это. Потом, ну, понимаете, для меня есть вещи, конечно, я не могу сказать, что я какой-то там суперспециалист, но какие-то вещи меня вызывают раздражение от отторжения, потому что я понимаю, что под словами эпатаж, там, поиск, революция скрывается определенная пошлость. А все это называется, фантик вот завернули в яркие, и все это, осмотреть на это невозможно. Вот, собственно, и все. Можно спросить о другой стороне таланта вашего отца здесь, в Ленинграде, да? Ленинградский режиссер Алексей Герман в фильме «Двадцать дней без войны» показал Никулина другим актерам, так же, как, кстати говоря, и Андрея Миронова в другом фильме. Вот расскажите немножко об этом, на ваш взгляд, вот об этой составляющей дарования вашего отца, и было ли он... Вот Миронов говорил, что, не дай бог, меня запомнят по бриллиантовой руке. Вот что в этом смысле ваш отец говорит? Я не думаю, что у отца были какие-то предпочтения и непредпочтения в этом плане. Во-первых, ему безумно повезло, потому что у него всегда был в жизни цирк, такой был бэкграунд. Потому что многие его коллеги, и его суперталантливые, и суперодаренные, иногда были просто вынуждены сниматься в слабых картинах, в слабых режиссерах, потому что надо было зарабатывать на жизнь. У отца этого не было, всегда цирк стоял сзади, и поэтому он у него возможность выбирать. Поэтому у него практически нет проходных ролей. Я там не имею второго плана или эпизодов, а вот именно ролей сыграл. И да, топ-то-топ, конечно, это... Если брать комедия, это брать твоя рука, а фильмы серьезные, конечно, 20 дней. Ну, тот же Салам Германа, сумасшедший совершенно. А вы знаете, он не хотел сниматься сначала. Он отказывался, я так понимаю, что он боялся. Он просто боялся, вытянет ли он. Это нормально для человека умного и талантливого, сомневаться в собственных способностях, в собственных силах. Это абсолютно реальная вещь. Вот он как-то колебался. И вот два человека, которые на него повлияли, это мама моя, которая категорически сказала, что он должен заниматься, и Константин Михайлович Симонов, который приходил к нам домой, сидел и методично вдалбывал эту мысль. А однажды он, уходя, повернулся и сказал, «Герой Владимирович, вы должны сняться в этом фильме хотя бы в памяти тех, кто во своем имени вернулся». Вот это он все как бы не срубил, а то повернул его в эту сторону. Еще говорят, что Симонову приходилось отстаивать и перед лицом людей, которые решали. Да, фильм запрещали пару раз, там еще, так сказать, ну еще... Именно Никулина отстаивали. Никулина, да, был придуман термин «дегероизация» в недрах бюрократии Ленфильма. Почему мы взяли некрасивого старого человека, а у нас молодых, кирок, плакатных, таких вот, как бы, которым можно гордиться. Ну, тут дураков во всех веках хватало, понимаете, поэтому... Последний вопрос. Вашего отца не стало в 97-м году. Как вы думаете, что бы он сказал о сегодняшнем времени и стал ли бы он об этом шутить? Шутить, безусловно, потому что в любые времена, да, самые тяжелые, я всегда находил мест для каких-то шуток. Это оптимизм, это никуда не денешься, это такой вот свет в человеке, светлый человек. Вот он, отец таким и был, поэтому наверняка что-то смешное он бы здесь заметил. Что бы конкретно сказал? Понимаете, это ведь не то, что там гадание на кофейную грудь. Меня спрашивают иногда, вот там 25 лет, без малого уже нет отца. Вот сегодня он посмотрел программу, которую ты в церкви себя выпускаешь, ставишь. Это бы понравилось бы? Могут говорить, вопрос очень спорный, потому что я готов допустить, что что-то понравилось бы. Что-нибудь он бы не понял, что-нибудь он бы и не принял, наверное. И пришлось бы убеждать, рассказывать, а может быть и нет. Ну вот, черт его знает. Потому что все развивается, цирк не похож на тот, который был 25 лет назад. Он другой уже сегодня. Времена-то, времена меняются. И жизнь поменяется. Да нет, ну все меняется, понимаете, и отношения, и ощущения, и там парит, и даже, ну все что угодно. И костюмы сейчас другие, и музыка сейчас другая. Мы, например, сейчас работаем на Светном Бульваре, где-то у нас 80% от живого оркестра. То, что фанеры все уже, совершенно ощущение другое, когда, и артистам тоже, когда музыка. А потом оркестр имеет еще одну особенность, которую мало кто знает и говорит. Это цирк. Мало что может пройти, произойти в манеже. Фонограмму уже не растянешь. А дирижер, который смотрит, как работает, он может повторить, делать паузу, сначала. Здесь начало. Это в основном в номерах животных, но еще не важно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.